Доброе утро! В эфире Вести Ульяновск события недели. Сегодня в студии с вами Дмитрий Емельянов и вот о чем мы расскажем в первой части нашей программы. Федеральный центр вновь поддержал Ульяновскую область. В областной бюджет поступило 2 миллиарда 800 миллионов рублей. На что направили эти деньги? Европейские бренды уходят с российского рынка, зато ульяновские предприниматели осваивают мировое торговое пространство. Кому санкции не почет. Оползень будет остановлен. На Волжском склоне сделают дренаж и обустроят террасы. Сейчас готовят проект масштабных работ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А 1,7 миллиардов – дополнительные средства, выделенные региону федеральным центром. Преимущественно по целевым направлениям. Например, 700 миллионов рублей получит дорожная отрасль. А 250 пойдут на поддержку занятости. Это на дорожное строительство, на строительство футбольного манежа, на содействие занятости населения и на строительство школы в Димитровграде и детского сада в Корсунском районе. Поэтому деньги целевые. Мы вчера обсудили на заседании Комитета по бюджету и экономической политике. Никаких спорных вопросов в связи с этим не возникло. В рамках реализации нацпроектов Ульяновская область должна завершить строительство ряда значимых объектов, несмотря на их удорожание. Это и строительство детского инфекционного госпиталя, это и строительство футбольного манежа, это новая школа в городе Димитровград. И мы получили определенную сумму средств, почти 1 миллиард рублей дополнительно, на удорожание ряда строек. Благодаря дополнительным 40 миллионам рублей будут закуплены квартиры для 17 детей-сирот. Почти 100 миллионов направят на финансирование региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Свыше 60 миллионов направят на капремонт. При этом депутаты отмечают, есть и другие цели, требующие финансирования. Сейчас идет посевная кампания, и потом пойдет уборочная страда, очень много расходов, а это наша продовольственная безопасность, это крайне важно. Мы не увидели достаточно средств на блок социальной сферы, прежде всего на систему образования. Законный проект надо принимать, мы действительно ряд очень важных социальных направлений поддерживаем, но, о чем здесь уже и говорилось, также, коллеги, хотелось бы видеть очень значительное увеличение и на водоснабжение, и на газоснабжение, и на увеличение заработных вклад. Не осталось без внимания парламентариев и тема привлечения дополнительных доходов в областную казну и контроль за расходами. Все понимают, что не важно, сколько вы направите денег, а сколько их правильно будет использовано. Те монополии, которые на сегодняшний день направлены на то, чтобы зарабатывать, но, к сожалению, не делятся с государством, и, соответственно, в бюджет не получают финансовые средства. В итоге парламентарии приняли изменения в бюджет. Это уже вторая корректировка главного финансового документа области в нынешнем году, и, вероятно, не последняя. При этом депутаты уже обозначили цели, на которые пойдут новые средства. Активно будет вестись работа и с наказами избирателей, которые наверняка найдут отражение и в бюджете. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Теперь о том, как областной бюджет наполняется собственными доходами. 26 мая был день российского предпринимателя. Как сегодня себя чувствует малый бизнес, ведь сначала пандемия, затем экономические санкции. Тем не менее, ульяновские бренды покоряют все новые и новые вершины. Пример тому торговая марка «Микита». Удобная, комфортная одежда для активного отдыха и спортивных достижений. Ульяновский бренд «Микита» на российском рынке с 2013 года. За это время производство разрослось до трех цехов. Сейчас на предприятии работает порядка 70 работников. Главный секрет успеха – востребованность и качество. При использовании спецмашины, в данном случае плоскошовной машины, можно растягивать строчку бесконечно, она не порвется. Одежда для школьной физкультуры, занятия гимнастикой, теплые комплекты из флиса для суровых российских зим. Все модели разрабатывают сами, на основании трендов рынка и отзывов от клиентов. Одна из разработок – это растущая одежда. Это такие приемы в одежде, которые позволяют ребенку носить на протяжении многих лет один и тот же комбинезон. А ткани, флисы, они позволяют это делать, не стираются, и ребенку комфортно. Футер, флис, бифлекс – вся линейка трикотажа такого сложного в обработке. В год здесь производят порядка 100 тысяч единиц одежды. Сразу настроились на то, что мы будем продавать через онлайн. Только через онлайн. Онлайн – растущий рынок, он до сих пор растущий рынок, а на растущем рынке известно всегда легче развиваться. И, как показал период пандемии и сейчас, это оказалась достаточно удачной стратегией. Сейчас в компании нацелены на автоматизацию производства и введение новых технологий. Один станок уже есть. В этом году рассчитывают приобрести еще минимум два. Пандемия и санкции – все, что для кого-то оказалось стрессом, здесь обратили на пользу и показали пример растущего бизнеса. Мы себя чувствуем твердо, уверенно и стабильно. Вот это для нас сейчас самое главное. И уже есть далеко идущие планы освоить и взрослый рынок. Возросший интерес у населения к спорту позволяет замахнуться на одежду для фитнеса и йоги. Тем более, что технология уже отработана. Реки семян льются в посевные комплексы чердоклинских аграриев круглые сутки, пока в полях сухо. Фермеры стараются нагнать установленные сроки посевной компании. Этот процесс притормозила погода. Бесконечные дожди и холод не позволяли работать трактором в полях. Впрочем, цифры говорят сами за себя. Если в прошлом году к 20 числа мая те же чердоклинцы посевную уже завершили, сейчас посажено только 85% зерновых культур и 66% технических. Двухкратное превышение нормы осадков за весенний период скорректировали наши работы. На данный момент в хозяйстве, в районе имеются все необходимые средства. Материально-техническая база для увеличения темпов сева и завершения в оптимальные сроки. Местные фермеры на вызов стихии смотрят оптимистично. Например, Евгений Токарев считает, что из-за дождей год будет более плодородным. А сами сроки посевной сместились не более, чем на неделю. К слову, на его полях больше половины работы уже сделаны. Яровой сев завершили еще до 7 мая. Сейчас сажают подсолнечник и сою. Сев у нас 2000 подсолнечника, 2000 соя. Как раз на сегодня у нас именно на пропашных сделали 30%. Учитывая круглосуточную работу, я думаю, к первому июню мы закончим сев. Учитывать надо и передовую технику, рассказывает механизатор Владимир Японцев. За 30 лет работы в полях мужчина узнал о тракторах все. И есть с чем сравнить. С его слов, те машины, что сегодня сеют поля, подобны чуду. Подрульник стоит, руль не надо. Пустил его, все, сам едет он. Разворачиваешь, опять включил, опять поедет он. Если не ромается, то заправка нормальная. Все слышим, можно с гетару съедить. Такими чудесами управляют не только на Чердоклинских полях, но и во всем регионе. В 2021 году было приобретено рекордное количество современной техники. 818 единиц, из них 285 тракторов. Такие цифры обнадеживают, что ульяновские аграрии, несмотря на стихию, все-таки справятся с посевной вовремя. Максим Бажанов, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Чердоклинского района. Основательные земляные работы вскоре начнутся в Ульяновске на Болжском склоне. Сейчас специалисты составляют проект. В первую очередь приступили к самому проблемному участку – трехкилометровому отрезку от Президентского моста до улицы Тухачевского. С проектировщиками работают ученые из Института геологии РАН. Они насчитали здесь более 400 оползней. На месте уже запущенной бурильной установки проводятся геологические изыскания. Специалисты составляют геодезические планы и одновременно изучают водный режим реки. Основная задача является разобраться в механизме оползней, оценить их степень оползневой опасности и активности, и предложить разработать и предложить проектировщикам наиболее рационально эффективные средства инженерной защиты. Всего же в укреплении в Ульяновске нуждаются 17 километров правого берега реки. На пути к полной победе над углем и дровами котельные социальные сферы. Современные модульные установки уже действуют в Новоульяновске и Красуне. На очереди село Архангельское в Сурском районе. Дрова, топор, уголь и тележка больше не пригодятся в социальных объектах села Архангельское. В новом отопительном сезоне согреет автономная котельная. По этой будущей траншеей пройдет теплотрасса. Трубы отопления готовят параллельно для подключения современного котла. Подрядчик идет с опережением графика. Через месяц обещают завершить все работы. Сам модульный теплоисточник уже установлен. Впервые ее включает в сеть сам оператор. После котельной заработает автономно. Интеллектуальная система не зависит от людей. При низких температурах по трубам сразу пойдет тепло. Умное сооружение контролирует весь процесс. О нештатных ситуациях она сообщает оператору. Он не обязан находиться здесь постоянно. Он может находиться на расстоянии телефонного звонка. То есть через интернет, через СМС к нему на телефон будут приходить команды. В это время он выдвигает, смотрит рабочие параметры. То есть если они как-то нарушены, он их чуть-чуть подправляет. Местная школа – один из первых соцобъектов, которая ждет новую котельную. Старая кочегарка со своими функциями с каждым годом справлялась все хуже. Согласно нормам, в классах температура не должна опускаться ниже 18 градусов. Требования соблюдались, но с какими усилиями? С новым теплоисточником здесь перестанут бояться отрицательных температур. При угольном отоплении помещения школы прогреваются неравномерно. И оставляют желать лучшего качества самоугля. Поэтому я думаю, что переход на газовое отопление решит все проблемы наши. Подбрасывать уголь в котел перестанут в этом году еще в двух котельных Корсунского района. Также трехгодичная модернизация переведет на природный газ – 184 дома культуры, школы и больницы. Это не только повысит надежность и качество теплоснабжения и снизит их затраты на отопление. Марина Тимофеева, Артем Петров. Вести. Ульяновск. Из Сурского района. Позитивные изменения в сфере ЖКХ присутствуют и в областном центре. Здесь есть удачные образцы капитального ремонта домов. На нижней террасе целый квартал является образцом архитектуры середины прошлого столетия. Строители и жители намерены сохранить его практически в первозданном виде, но при этом дать зданиям вторую жизнь. Почтовая 20. Рядом стадион Волга и улица Пионерская. Фактически центр нижней террасы. Дом на перекрестке – один из элементов архитектурного ансамбля. Но здание в лесах выглядит иначе по сравнению с соседскими, которые отремонтировали еще 3-4 года назад. Почтовая 26. Фактически дом-близнец того строения, которое расположено по адресу Почтовая 20. Его отремонтировали еще несколько лет назад. На том доме никаких проблем с фасадом не было. Хотя все дома были построены в одно время, в 50-е годы прошлого века, именно на 20-м по Почтовой обнаружились проблемы с состоянием кровли и фасада, из-за чего ремонт затянулся. Варианты были разные, рассказывает старшая по дому. Но терять уникальный облик строения жильцы не захотели. Нам предлагали сделать капитальный ремонт, в кавычках можно сказать. То есть карниз закрыть просто профлистом. То есть представляете, что это такое? Это же никак не вписывается в архитектуру этого ансамбля, этого квартала. Мы не могли этого допустить, конечно же. Жители других домов тоже не хотели, чтобы один дом изуродовал весь квартал. В итоге в 22-м работы, которые отчасти не только ремонтные, но и по сути реставрационные, начались. Да, вместо гипса используются современные материалы. Но специалисты обещают, что на внешнем облике здания это не отразится. Колонны, пилястры и все вершины колонн мы заказываем именно по старым архитектурным, как они и были, эскизам. Немножко вносят свои корректировки погода. У нас весь май дождливый. При этом за ходом ремонта всеобщий контроль. И со стороны жителей, и со стороны депутатов, в частности областного парламента, и со стороны фонда модернизации ЖКХ. Причем на определенных стадиях с использованием видеонаблюдения. Например, для контроля так называемых скрытых работ. Это такие работы, которые потом скрываются и они становятся невидны. Допустим, если это фасад здания, скрытые работки по отбивке штукатурки. То есть ее можно или заново зашпаклевать, и тогда отбивки не было. И мы не поймем, была это отбивка или нет. Камеры в Ульяновской области по системе капитального ремонта начали использовать только в этом году, в 22-м. Стоимость работ по данному дому немалая. Три с лишним миллиона рублей. Больше, чем у соседей. И все же, несмотря на все сложности, ремонт обещают завершить в нынешнем году. Таким образом, весь микрорайон после военной постройки недалеко от завода имени Володарского будет проведен в порядок. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вест Сульяновск. Медицина становится доступнее на селе. Благодаря акции «Выездная поликлиника» специалисты узкого профиля выезжают в муниципалитеты, чтобы на местах провести прием пациентов. Отзывы жителей в следующем репортаже. Турне медицинской помощи по региону врачи акции не считают. Для них это уже плановая работа. С конца марта минимум два раза в месяц специалисты выезжают трудиться в село. Причем всегда в разные. Консультируют пациентов и выбирают тактику лечения. Благодаря «Выездной поликлинике» медицинскую помощь получили уже свыше тысячи человек. Есть большие проблемы с обеспечением кадрами, особенно узкими специалистами, особенно в амбулаторном звене, в каждом муниципальном образовании. Поэтому заранее мы собираем потребности и пожелания муниципального образования, кого из узких специалистов они хотели бы видеть здесь. Чердоклинскому району как воздух нужны были кардиолог, онколог, невролог, хирург, гинеколог и эфтезиатор. Они все сегодня тут, в районной больнице. Принимают пациентов в поликлинике, осматривают тяжело больных в стационарах. На помощь приехали лучшие. Например, Евгения Преображенская, женщина-главный невролог региона. Я знаю, поликлиника – это действительно важно, потому что такие пациенты, как я уже говорила выше, они зачастую не имеют возможности вообще показаться специалистом. По какой-либо причине. Либо по состоянию здоровья, либо, допустим, по каким-то своим социально-экономическим критериям, которые их ограничивают. Удобство акции подтверждает и Елена Зимкова. Она одной из первых получила консультацию приезжего узкого специалиста. Ее сюда направили местные врачи. Они сомневались в правильности поставленного диагноза. Два дня назад я почувствовала, что у меня предыдь в крови был и ухудшилось состояние общее. И почувствовала тяжесть в голове. Мне бы хотелось обследоваться более обширно, поэтому это здорово. И я, если честно, вообще рада, что так получилось. Кроме помощи пациентам, городские врачи оказывают методическую поддержку местным докторам. Например, внедряют новые методики лечения. Надо отметить, акция «Выездная поликлиника» проходит под эгиды нацпроекта здравоохранения и программы модернизации первичного медицинского звена, благодаря которой в селах области открываются новые ФАПы, ремонтируются поликлиники и привлекаются к работе медицинские специалисты. Максим Бажанов, Александр Рассохин, «Вести Ульяновск» из Чердоклинского района. Вы смотрите «Вести Ульяновск» события недели. Сейчас короткая пауза, а вот о чем мы расскажем во второй части программы. Фестиваль семейного кино имени Валентины Леонтьевой завершился. Российская аудитория и такие фильмы нужны, и режиссеры готовы их снимать. Об этом звезды говорили на протяжении всего кинофорума. Школьники играют в зорницу, а пожарные учатся работать в дыму. И те, и другие после регионального этапа поедут на всероссийские соревнования. Первая отправка и последний звонок. Ульяновские призывники отправились в войска, а выпускники попрощались с одноклассниками и сели за экзаменационные парты. Главное культурное событие этой недели международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой от всей души. Открывался он в Губернаторском. По звездной дорожке прошли актеры, режиссеры и продюсеры, которые делают качественное отечественное детское кино. Если не будут делать качественного и хорошего детского кино, то наш юный зритель подрастет и не будет верить в то, что есть хорошее русское кино. Среди именитых гостей был народный артист России Федор Добронравов. В его честь возле памятника Валентине Леонтьевой засияла новая звезда. Браво! Для меня ответственно и волнительно. То есть я и так к себе отношусь, ну, так скажем, с большим пристрастием, чтобы мне кто-то спросил, какая у вас цель в жизни. И я мечта. И я сказал, что я бы был счастлив, если бы я просто оправдал свою фамилию. Фильмы конкурсной программы фестиваля имели возможность посмотреть не только члены жюри, но и жители области. Ленты демонстрировали бесплатно в цифровых кинозалах региона. Свою работу на суд зрителей представил и Александр Галибин. Ульяновску он привез свое режиссерское видение мира взрослых и мира детей. Фильм Маруся Фарева. 24-летний герой в нем оказывается в ситуации неожиданного отцовства. Для меня это такая маленькая притча. Молодому человеку с небес спустился ангел, а он этого не увидел. И ему понадобилось огромное преодоление, чтобы это увидеть и самому преобразиться. Вот такая притча в этой картине заложена. То есть все-таки будьте как дети? Да. Моноспектакль «Счастливые дни» ульяновской публики показал народный артист России Виктор Сухоруков. В центре города он осмотрел достопримечательности, возложил цветы к памятнику Крамзину и пообщался с труппой молодежного театра. Какой совет вы можете дать начинающему молодому артисту? Верь. Вот и все. Верь. У меня вечер будет, он посвящен именно таким вещам, как чудо, как мечта, как терпение, жертвенность, не предательство. Я к тому говорю, что что бы вам ни говорили, хорошее, плохое, одни будут благословлять, другие говорят, куда ты лезешь? Иди, иди своим путем. Закрылся кинофорум в субботу творческим вечером заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. Это был 13-й по счету фестиваль имени Валентины Леонтьевой. Но все только начинается. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Тяжело в учении, легко в бою в Ульяновской области выбирают лучшее звено газо-дымозащитной службы. В смотре участвуют пожарные части со всего региона. Испытания приближены к городским условиям. Пожарные тушат огонь, пробираясь по крышам, подвалам и трубам. Боевая задача обнаружить пострадавшую, отнести его в колец скорой помощи. С помощью бензореза спасатели вскрывают условную дверь. Это первый этап на огневой полосе. Вот лабиринты, где бушует огонь и едкий дым. Так закаляется психика пожарного. Теперь спуск по наклонной трубе с использованием спасательной веревки. Здесь же отрабатываются действия при утечке легко воспламеняющейся жидкости. Далее прохождение подвалов и крыш. Отрабатываются все возможные профессиональные навыки. Многие из участников соревнований не раз применяли их на практике. В аппаратах мы работаем очень часто на пожарах, потому что это свое здоровье, во-первых, чтобы дымом не надышаться. Мы надеваем паски и работаем на них. Особо сложных у нас там не попадалось. А из дыма, из огня людей, кошек? Конечно, людей и кошек. Бывало, и домашнюю скотину всякую водим. В теплодымокамере пожарные работают буквально вслепую, ведь густой дым, особенно в подвалах, делает видимость практически нулевой. Для испытаний вредный дым не пускают, лишь заклеивают шлемы строительным скотчем. Основная задача звена – найти пострадавшего в звеном составе трех человек, надеть спасательное устройство, вывести на свежий воздух и провести оказание первой помощи. То есть это проведение сердечно-легочной ориенимации. Лучшее подразделение представит регион на окружных соревнованиях 1 июня в Нижнекамске. Илышахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Соревнуются в подготовке и подростки. В Ульяновске идет региональный этап военно-спортивной игры «Зорница». Борьбу за победу ведут пять команд. На плацу победители зональных соревнований. «Зорницу» в регионе играют с 2012 года. На этот раз за выход в финальный этап боролись более пяти сотен ребят. Это воспитание патриотизма, это подготовка к военному делу, это подготовка к военной службе, потому что именно входит в ряд мероприятий и испытаний. Это еще раз скажу, что это и огневая подготовка, это и стрельба, это и марширование, и строевой шаг, и самое главное, это работа в команде. Дисциплина и чувство локтя, пожалуй, главные составляющие успешного выступления. Региональный этап – это 16 конкурсов. Стартуют со строевой подготовки на стадионе воинской части. Оставшиеся четыре дня пройдут в лагере «Юность». Это будут различные и туристические площадки, это они будут у нас проходить и различный ряд испытаний, к которым готовились на протяжении всего периода, с марта месяца. Помимо еще 16 конкурсов, нужно пройти еще и моральные испытания, это подготовиться хорошо, не проспать, не заскучать где-то, чтобы все выложиться на все и не жалеть потом. Команда из Новой Майны – действующий победитель регионального этапа. На шаг от них отстал димитровградский коллектив «Патриот». В этом сезоне борьба за победу ожидаемо развернется между этими командами. Некоторые, конечно, покинули нас из-за возраста, но команда стала еще сильнее. Команда у нас в этом году очень дружная, друг за другом, прям горой постоим. Вот это очень самое главное в команде. Самый сплоченный коллектив представит регион на окружном финале военно-патриотической игры. Его в сентябре примет Воронеж. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Первый июня в Ульяновске официально открывается пляжный сезон. Последние дни весны идет подготовка самых популярных мест отдыха, чтобы там было максимально комфортно и безопасно. Занимается этим администрация областного центра совместно с оперативными и коммунальными службами города. Особое внимание об устройству новой зоны рядом с ТОС «Мостовая слобода». Ход благоустройства территории проинспектировал глава города Дмитрий Вавилин. Мы на этот год здесь официальное место для купания не делаем. Поэтому ил, не ил, тут по большому счету нам на этот год не сильно влияет. Нам песком вот эту всю территорию отсыпать надо. Спланировать эту территорию, то есть сделать ее с наименьшим уклоном. Сейчас будущее место отдыха вблизи воды расчищают от мусора, порослей и порубочных остатков. Участок очень такой буристый, потому что здесь еще раз, здесь, можно сказать, никто ничего не делал с времен моего детства. Потом будет планировка территории, завод с песка. И вот здесь планируется пляжная зона, где будут уже наши горожане спокойненько уже отдыхать. К 1 июня здесь появится спасательный пост. Как и на официальном месте для купания центральном городском пляже, а также других местах отдыха возле акваторий, на котловане у поселка Борьба и в парке 40-летия ВЛКСМ. Спасатели в настоящее время готовятся к проведению купального сезона, проводятся тренировки, готовятся оборудование и снаряжение для того, чтобы 1 июня заступить к обеспечению безопасности людей на водных объектах. Просим прощения у горожан, а район Свияжского пляжа в районе мостового перехода на улице Минаева открываться в этом году не будет. Это связано с реконструкцией Минаевского моста. На всех других пляжах уже заведен песок, идет его просеивание, устанавливаются душевые кабины и кабины для переодевания. Ульнара Шарипова, Вести, Ульяновск. Первые 28 новобранцев от Ульяновской области отправились в армейские подразделения. Их распределили в Подмосковье. Защитники Отечества будут служить в войсках Национальной гвардии. Ощущение, ну, как будто я отправляюсь в неизвестность куда-то, но в целом ощущение, ну, приподнятого настроения, только позитивное. В первую очередь для меня это будет, думаю, очень хороший опыт, то есть поможет мне в саморазвитии в каком-то плане и в плане дисциплины тоже. Перед отправкой новобранцев в торжественной обстановке напутствовали ветераны вооруженных сил и представители духовенства. Затем каждому парню в строю вручили памятный подарок. Нам предстоит отправить вооруженные силы чуть более одной тысячи призывников от Ульяновской области. Направлены они будут во все виды и рода вооруженных сил, в том числе и войска Национальной гвардии. Для выполнения задания Министерства обороны в области сформировано 25 призывных пунктов. Сам весенний призыв продлится до 15 июля. 25 мая по традиции во всех школах региона прозвенел последний звонок. Со школой простились без малого 16 тысяч ребят. Какие они, выпускники 2022 года? Безусловно я рад тому, что я смог пройти этот долгий путь в 9 классов со своими друзьями, товарищами, можно так сказать. Но одновременно мне и грустно, потому что большинство из них я уже не смогу увидеть по каким-то определенным причинам, что я уеду, буду учиться в другом месте. Они, может быть, тоже куда-то отъедут. Поэтому, безусловно, есть и грустный момент. Воспоминания, конечно же, положительные. Это воспоминания с уроков, какие-то интересные моменты. Конечно же, перемены, когда проводишь время с одноклассниками и социализируешься, грубо говоря. Скорее всего, буду уходить в техникум, а потом поступать в университет после техникума. Туризм, связанный с отелями и ресторанами. Ну, я очень любила географию и путешествия и решила, что в будущем это должна стать моя профессия. У всех ребят есть планы на дальнейшую учебу. Чтобы они реализовались, надо успешно сдать ЕГЭ. Экзономиционный марафон уже стартовал. Пожелаем выпускникам успехов. Это были «Весть Ульяновск», события недели. Все, о чем мы успели вам рассказать, встретимся сегодня еще раз на канале «Россия-24» в 14 часов. До свидания. Доброе утро, Ульяновск! Всем привет! Сегодня с вами Елена Тимонина. И Дмитрий Емельянов. Время не стоит на месте, и труба вновь зовет. Первый раз ее позывные пришли с Карла Липнихта-3. Здравствуйте! В эфире программа «Арт-студия» и я, ее ведущая, Виктория Дронова. Какими сегодня рецептами поделитесь с нами и нашими зрителями? Сегодня мы будем готовить крок-креп. В эфире программа «Перекресток». Это не о правилах дорожного движения. Здесь эксперты высказывают свое мнение. Больше двигайтесь! И смотрите передачу «Твое здоровье». Мы продолжаем работу в эфире. В студии Ирина Шмыгова. Доброе утро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова